На календаре 19 октября. 19 октября 1645 года царь Алексей Михайлович решил всех пересчитать и для этого издал специальный указ. Справедливости ради стоит отметить, что первые учеты велись не столько для сбора данных о людях, сколько для сыска и возврата беглых крестьян. Поэтому переписи жители боялись как огня. Отопительный сезон стартовал. В большинстве домов батареи уже стали горячими. А между тем, лет 80 назад, чтобы обогреть свой дом, самарцам нужно было закупать дрова, топить печь, чистить дымоход и при этом следить за пожарной безопасностью. Все изменилось в 1933 году, когда первая теплотрасса от Самарской ГРЭС принесла тепло в 15 самарских домов. Так в губернии началась история централизованного отопления. Памятник отопительной батареи «Бронзовая кошка» открылся 19 октября 2005 года. За годы он так полюбился горожанам, что сегодня представить без него стену Самарской ГРЭС уже просто невозможно. Прототипом самой батареи послужили вполне конкретные радиаторы отопления. Такие приборы использовали в домах самарцев в 1914 и позже. 19 октября 1960 года Куйбышевский дом народного творчества провел смотры художественной самодеятельности. Лучшими были признаны коллективы Борского, Похвестневского, Волжского районов и Кенель-Черкасский народный театр. 19 октября 1987 года жители Жигулевска аплодировали своим кумиром, любимым артистом Натальей Фатеевой и Леониду Куравлеву. Зал местного дворца культуры буквально ломился от зрителей. После концерта, как водится, зрители брали автографы и фотографировались с актерами на память. 19 октября 1987 года в честь 250-летия Ставрополя на Волге в Тольятти открылся филиал Куйбышевского областного художественного музея Тольяттинская картинная галерея. 19 октября 1992 года боксер из Жигулевска Олег Саитов стал чемпионом мира. Он одержал победу на пятом чемпионате мира по боксу среди юниоров в Монреале. В Канаде его наградили Кубком лучшего боксера мира и признали самым техничным спортсменом первенства. Наш следующий герой определился со своим будущим в пятилетнем возрасте. Именно тогда Эмиль Гиллис начал играть на фортепиано, ну а родился знаменитый пианист 19 октября в 1916. И в этот же день 150 лет назад на свет появился Агюст Люмьер, французский изобретатель, старший из братьев, создателей кинематографа. И продолжая тему кино, вспомним латиноамериканскую королеву Тилановелл певицу Веронику Кастро. Она родилась тоже 19 октября. В народном календаре главный герой дня Фома Неверующий. Прозвали его так за дело. По преданию Фома сначала не поверил рассказам о воскресении Христа. Господь был вынужден лично явиться к Фоме, чтобы продемонстрировать недоверчивому свои раны. Отсюда и пошли пословицы, которые можно услышать и сегодня. Ему говорят про Фому, а он про Ерему. Били Фому за Еремину вину. С именинами поздравляют Фому, Ивана, Макара и Никанора. До свидания, продолжим завтра. Субтитры подогнал «Симон»